Привет, меня зовут Олег Шаумаров и тема сегодняшнего видео Songwriting – что это, для кого и зачем. Цель этого видео – помочь выстроить правильное отношение с этой профессией. Причина, по которой я решил записать это видео – это большая проблема, которая мешает многим авторам становиться успешнее, а главное – увеличить свой чек. Часто в комментариях и не только у себя я сталкиваюсь с одним парадоксом. С одной стороны, люди пишут, что это все не творчество, что это все коммерция бездушная, которая их задолбала, а с другой стороны, эта музыка зарабатывает гигантское количество денег и продолжает быть популярной. И такая постановка вопроса мешает авторам сосредоточиться и сконцентрировать свое внимание на том, что нужно, и не отвлекаться на вот эту чушь. Итак, поп-музыка, а значит и сонграйтинг, уже давно встроились в повседневную жизнь людей и является, по сути, товаром ежедневного пользования, который невозможно ничем заменить. Музыку мы слушаем в буквальном смысле везде и постоянно. Вопрос – возможно ли в принципе, чтобы такое гигантское количество контента было построено исключительно на творческом подходе? Я думаю, что ответ очевиден, конечно же, нет. Вопрос номер два. А выработались ли у людей какие-то алгоритмы восприятия и какие-то вкусовые предпочтения за все время существования поп-музыки в разных странах мира? Ответ – конечно же да. Безусловно, в каждой стране эти вкусы разные, но тем не менее они переходят из поколения в поколение, немножечко видоизменяясь. Сейчас поясню. Вся русская поп-музыка в принципе построена на гармониях и мелодиях русской народной песни. Точно так же в Америке. Вся их музыка построена на кантри, блюзе. Итак, ответив на первый вопрос, мы понимаем, что такое количество контента не может быть выстроено исключительно на творческом порыве. и ответ на второй вопрос, мы понимаем, что есть некий алгоритм восприятия людей, который они привыкли слушать. Объединяя эти два вопроса, можно абсолютно четко сказать, что да, существует алгоритм, по которому пишется современная поп-музыка. Безусловно, творческая составляющая играет важнейшую роль, как импульс, как некий толчок, как некий настрой и позыв, но технология от этого никак не меняется. Вы можете написать хорошую песню, можете написать плохую песню, но технология написания будет там одна и та же. Всем тем ребятам, которые мучаются муками совести о том, что они занимаются не творчеством, а коммерцией, о том, что, а могут ли они написать что-то творческое, гениальное, я ответил в этом видео. Ребята, изучайте мат-часть, изучайте аналитику, изучайте психологию потребления и спроса, и вы гарантированно увеличите и свои продажи, и свой профессионализм. И в качестве небольшой рекламы я скажу, что на этой неделе уже запускается мой онлайн-курс «Сонграйтинг по-русски», где я все разжевываю буквально вот прям на ложечке, осталось только проглотить, и писать хорошие, крепкие, коммерческие треки. Ну что ж, ребята, на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте этот сраный лайк, потому что это очень важно для того, чтобы канал как-то рос и развивался. Спасибо вам большое, до новых встреч!